Сегодня нам особенно важно, чтобы был услышан наш голос, заявила во вторник с трибуны Европейского парламента глава европейской дипломатии Фредерико Маггерини. Наши основные адресаты это в первую очередь Россия и другие участники встречи в Минске в эту среду. Они должны воспользоваться этой возможностью, чтобы наконец-то договориться о притворении в жизнь Минских соглашений. Это положит начало урегулированию этой кризисной ситуации. Отдельные голоса в Европарламенте, такие как представитель либеральной фракции голландский депутат Йоханнес Ван Баален, выражают сдержанный оптимизм по поводу Минской встречи. Президент Путин должен доказать нам свою честность. В противном случае нам придется исполнить немало негативных обещаний. Но не хочу делать сейчас спекулятивные заявления по этому поводу. Я остаюсь оптимистом. Между тем, председатель Комитета Госдумы России по международным делам Алексей Пушков, находясь в Страсбурге, выразил надежду, что европейцы не станут поддерживать американскую инициативу по поставкам вооружений Киеву. Европарламент плохо информирован о событиях на востоке Украины, и этот пробел может восполнить более тесное межпарламентское сотрудничество России и ЕС, заявил Пушков телеканалу «Россия-24». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!